Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Не обязательно быть великим героем или гнаться за всемирным признанием, чтобы дарить людям большую радость. Достаточно просто маленького поступка, и он не раз аукнется вам в жизни. Китаянка Там Лин была выходцем из большой, на бедной семьи. Ее отец был инвалидом, а мама часто слегала с различными хроническими болезнями. Помимо ухода за родителями, на ее плечах было еще одно важное обязательство – следить за младшими детьми. В 2008 году провинцию Сычань, где она жила, и несколько соседних всколыхнула ужасная трагедия. Этой местностью прошло смертоносное землетрясение. Оно забрало с собой 70 тысяч жизней. Еще 20 тысяч попало в список пропавших без вести. К счастью, семейство Лин не потерпело таких трагических потерь. Однако их дом разрушила стихия, поэтому теперь они вынуждены были обратиться за помощью к соседям. Когда пыль от события немного улеглась, девушка познакомилась с одним мужчиной. Звали его Джен Хуа. Он также родился в бедной семье. Его семья занималась с фермерством, а поэтому он прекрасно понимал, как девушке живется. Однажды он заключил стан договор – девушка должна позвонить ему, как только закончит школу. Все это время номер хранил отец девушки. А когда она закончила, вспомнил об обещании, данном в те тревожные времена. Так он и сделал. Удивительно, но Джен помнил практически каждое слово, сказанное в тот день. Он знал, что там мечтает стать врачом, поэтому он и решил ей в этом помочь. Он написал ей рекомендации, которые помогли девушке вступить в долгожданный вуз. Более того, он заплатил за первый год обучения девушке. Общая стоимость его составила 4300 юаней и открыл ее сестрам, счетов банки с хорошей начальной суммой. Не маленькая сумма, как для бедного ребенка, но кто она такая, чтобы судить кого-то? И знаете, мужчине никогда не пришлось пожалеть о своей инвестиции. С тех пор прошло уже 11 лет. Там закончила университет. Еще в студенческие года она начала подрабатывать в местных больницах, чтобы на собственные глаза увидеть то, о чем ей так долго и нудно объясняют в университете. Она получила степень доктора-оптометриста. Эту профессию можно назвать одним из подвидов окулиста. Суть ее работы заключается в первичном осмотре глаз и зрительной системы. Сейчас она работает в одной из самых престижных клиник ее города. Мечта осуществлена. Плюс здесь она познакомилась с юношей, который недавно стал ее мужем. И вот недавно здесь появился неожиданный пациент. В эту больницу попал Джен, его привезла скорая. Выяснилось, что он потерял сознание во время деловой встречи. Никакие заболевания до этого не тревожили его или же он просто про них не сообщал. Сначала его доставили в реанимацию и начали срочный обзор. Уже через час мужчине установили ужасный диагноз – аневризма головного мозга. Лин работала в другом отделении, но больница иногда как улей. Новости здесь распространяются с молниеносной скоростью. Вот и к девушке достали слухи о таком тяжелом пациенте. Когда она еще и узнала, что им был тот, кто подарил ей счастливую жизнь, решила, что пора отдавать долги. Она взяла мужчину под свое крыло. Она быстренько разобралась со всеми бумажными вопросами и оформила его в регистратуре за считанные минуты. За годы работы в больнице она успела зарекомендовать себя как хорошего квалифицированного работника, всегда готового помочь другим. Поэтому неудивительно, что врачи охотно помогали ей взамен. Плюс это чуть ли не единственный случай, когда она просила у кого-то помощи. Врачи быстро провели все необходимые осмотры и процедуры. Такая оперативность привела к тому, что ему удалось обойтись без операции, чего не скажешь о других больных с тем же диагнозом. Сейчас состояние мужчины стабильное, он уже начал медленно поправляться. Когда он узнал о том, кто стал его ангелом-хранителем, то не смог сдержать слез. 11 лет назад я помог этой маленькой наивной девушке попасть в университет и получить желанную профессию, а сейчас она спасла мою жизнь. Что ж, правду говорят, твори добро и оно к тебе вернется. Если бы все решились на подобную роскошь, мир стал бы немного лучше. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.